В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Этот проект не вписывается в традиционные представления о модном шоу. После восьмилетнего перерыва «Дефиле на пуантах» вновь представили челябинской публике. На спектакли побывала и наша съемочная группа. Не только вообразить, что спектакль может быть модным, а дефиле театральным, но и воочию убедиться смогли зрители арт-фэшн-шоу «Созидан». В основе показа сказка о добре и созидании. Отсюда и название, а также имя главного героя. Здесь идея такая, что все состоит в нашей жизни из мелочей. И вот на эти мелочи нужно внимание обращать. Садовник сидел-сидел в сером городе, рисовал серые цветы, прилетает малюсенькая бабочка красная, она его зажигает. И она дает ему возможность быть свободной, дает ему возможность любить. Это спектакль с единой сюжетной линией, где дефиле – это атмосфера спектакля. Каждое дефиле – это какая-то идея. Ласточки летают, кроты под месяц май ходят, веселят всех. Пластика балерин завораживает. Но от них сегодня не ждут фуэте. Эффектной походкой на пуантах они представляют свежие коллекции дизайнеров Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Озерска. Некоторые наряды даже отшивались под роль. Например, ласточки в стиле кабаре модного дома «Фортуна». Ты должна обязательно раз, когда поворачиваешься, повернула, хвостик там, распушила и пошла. У нас идея ласточки, то есть она сама тема красивая очень. Здесь микс вообще, нотки ретро есть, декадансы есть, нотки. Здесь даже стиль кабаре есть немножко. Здесь и театр, основа-то, основа-то все-таки театр, мы находимся в театре, да. Хочется цвета, блеска хочется, хочется каких-то таких, вот знаете, вот прямо мазков таких. В эффектности этому дефиле не занимать. Чего только стоит вкрапление в сюжет автомобиля в компании живых бабочек. На самом деле побывал практически весь модельный ряд, потому что по габаритам было невозможно просто поднять на сцену, заехать. Не предназначены такие сцены для такого автомобиля, конечно, но сделали все возможное. Мы, конечно, стали разбирать уже автомобиль, портить весь дизайн, замысел инженера, да, снимает там двери, снимает стекла и представили такого изысканного, маленького представителя, тоже очень стильного, тоже такого творчества духовного из нашего семейства Ауза. Арт-фэшн-шоу «Дефиле на пуантах» – совершенно точно новый театральный жанр, созданный в Челябинске. И сказать о неискушенности наших модников теперь будет сложно. Это будет читаем далее в выпуске несколько стильных комплектов, составленных на основе коллекций наступившего сезона. Институт цвета «Понтон» ежегодно представляет десяток модных оттенков сезона, выбирая которые точно будешь соответствовать тенденциям моды. Но есть и еще одна концепция – использование базовых цветов, которые, с одной стороны, не являются остромодными, но в то же время не теряют актуальности. Применительно к летнему сезону – это прежде всего белый во всех своих оттенках. Дополняет его бежевый. Однотонный и с принтом этот цвет востребован в теплое время года, как альтернатива буйству ярких красок. К базовому оттенку делового гардероба стилисты причисляют темно-синий. Его светлый вариант – голубой – в летних коллекциях уместен в основном в стиле кэжал. Будучи базовыми, все эти цвета прекрасно сочетаются как между собой, так и самыми разными по тону и насыщенности оттенками. Обычно в это время года душа тяготеет к светлому и яркому. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Информационный портал доктора «Диплекса» – мояноваяжизнь.рф С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на «Соне Кривой-30». «Имидж-клуб Светлана» представляет Фестиваль детского творчества Хореография, мода, театральное искусство 22 июня Дворец пионеров имени Крупской на Алом Поле Партнеры проекта Сады России Лига джентльменов Производственная фирма «Вера» Рекламно-производственная компания «Скайлайн» Подробности на сайте Светлана74.ру О том, как дизайнеры создают одежду, нам известно несколько больше, нежели о тайнах производства парфюма. Некоторые из них любопытствующим челябинцам рассказала Анна Агурина, преподаватель всемирно известной школы из французского Грасса. На мастер-классе побывала и наша съемочная группа. Получив химическое образование и проработав несколько лет с парфюмерными марками Нина Ричи и Прада в России, Анна Агурина переехала во Францию, чтобы получить образование парфюмера в Грассском институте. Сегодня полученными знаниями она делится на семинарах в России. Чтобы быть парфюмером, нужно для начала иметь творческую часть своей души, потому что если ты не имеешь идей, у тебя нет вдохновения, если ты не умеешь слушать людей и брать идеи от них, то ты ничего не создашь, ты будешь пустым. И вторая – это логическая, я бы назвала ее больше математическая составляющая, потому что делать формулы, все-таки для этого нужно иметь технические данные. То есть ты проходишь экзамены, в которых есть рисунок, в которых есть эссе, алфактивный тест и также математику создаешь. На то, какой парфюм мы предпочитаем, оказывается, не всегда воздействуют мода или дорогостоящие рекламные кампании. В первую очередь на это влияют география обитания и культурная среда. Я бы сказала, что наш вкус русских людей близок именно к японцам. То есть нам нравятся цветочно-легкие, как лотосные, такие вот белые, нежные, лепестковые, пионовые цветы. Французы любят больше насыщенные, классические, теплые духи типа Герлен, либо Шанель. Например, я много работаю в Балтике сейчас, и люди, которые живут в Рике, очень любят все, что связано с сосной, с иголками, с песком. То есть для них это что-то такое родное и приятное. Если переехать чуть в другую сторону и попасть в Вильнюс, в Вильнюс, то там уже почему-то больше склонности к отродяным ароматам. Здесь чабрец, здесь розмарин. Нишевые ароматы, появившиеся в 80-е годы, обрели настоящую популярность только в 2000-х. Но тем не менее, сегодня они занимают лишь малую часть парфюмерного рынка. В целом, если взять весь рынок, то процентов, наверное, 85 – это будут люксовые духи, которые относятся к большим маркам, как Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy. А дальше около, я думаю, 10%, может быть, чуть меньше. В России это категория меньше, нежели в других странах. Это масс-маркет духи, которые продаются уже в больших гипермаркетах и которые стоят дешево и не претендуют на какую-то идею. Обычно их простая упаковка, они посвящены какому-то герою и непритязательный аромат. Теме это существует и широко используется. Среди подростков, очень часто мужчин, либо тех, кому все равно. И маленькая категория, 5-7%, как раз те самые необычные, нишевые, либо селективные духи, которые имеют очень ограниченную дистрибуцию. То есть их нельзя найти в любых магазинах, они в определенных концертсторах, таких-то очень нишевых, маленьких, люксовых магазинах. И они выпускаются в маленьком количестве. Поэтому, покупая такие духи, заведомо ты уверен, что ими не будет пахнуть весь Челябинск. Как правило, парфюмер знает и помнит в разы больше ароматов, чем обыватель. И, конечно, в его картотеке всегда есть духи, заслуживающие отдельного внимания. Это духи Эрмес, который делает Жан-Флот Алина, это мой любимый парфюмер. У него есть две коллекции, которые продаются во всех магазинах. И есть у него коллекция, которая продается только в бутиках Эрмес, в которой реализованы очень интересные, креативные идеи в небольших количествах. То есть та самая ниша. Потом, дальше, я бы отрекомендовала Фредерик Маль. Это человек, который называет себя спортсмерным дателем, который объединил под своей маркой много талантливых спортсмеров, которые делали духи не по бризму, не по заданию, а те, которые нравятся им самим, без ограничения в цене. Поэтому там можно найти очень креативные работы. И современная последняя коллекция, она появилась не так давно, несколько лет назад. Называется BIM. Это немецкая аналог Фредерика Маля. Это коллекция духов в очень простых флаконах, не дешевых, но очень интересных, именно с точки зрения аромата. Куда входят работы Геза Шона, того самого человека, который сделал эссентриколикин номер 2, и других парфюмеров. То есть вот эти вот однозначно две коллекции, если вы где-то их найдете, они достойны того, что будет в этом время. Парфюмерное дело, хоть тесно и связано с фэшн-индустрией, все равно это отдельная планета со своими традициями, тенденциями и законами совместимости. Те, кто однажды всерьез увлекся парфюмерией, как правило, сохраняют эту привязанность в течение всей своей жизни. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Эта неделя в нашем городе ознаменована открытием первого лофт-пространства «Бизнес-молодость» для предпринимателей. Инициатива открытия лофта принадлежит челябинским бизнесменам, которые почувствовали острую необходимость в создании такой точки роста в нашем городе. Хочется влиять на многое, но мы не можем влиять, пока наш масштаб внутренний, наши финансовые результаты не такие же масштабные, как наши мысли. Поэтому, собственно, сейчас наш масштаб такой, что мы можем повлиять на это пространство. Вот сейчас мы эти 200 метров сделали, потом мы вот пойдем, выйдем из двери, посмотрим, что ближайшее. Не так что-то, да, не так красиво, хочется улучшить. У нас было очень много причин собираться, встречаться. И мы проводили программы, там, мастер-классы в конференциях, там, в гостиницах, в конференц-залах различных, в кафе, там, пообщаться, да, поделиться своими результатами. Ну и поняли, что назрел вопрос, давайте найдем такое место, где мы могли бы, ну, все вместе собираться в одном месте. И встал вопрос, дом БМ построить. И это действительно такой получился феноменальный проект, потому что в создании пространства участвовало больше 200 человек. Люди участвовали вообще на каждом уровне. Вот то, что вы сейчас здесь видите, это люди, кто-то стены красил, кто-то пол заливал, кто-то доски собирал, кто-то второй этаж, кто-то деньгами участвовал. Ребята именно исходили из того, что они являются частью этого. Каждый, кто имеет какое-то отношение к пространству, не обязательно на этапе строительства, он является хозяином этого пространства, а не гостем. Здесь обещают проводить мастер-классы, лекции, семинары и тематические вечеринки. Не только для антуража, но и для удобства существует своя библиотека, као-воркинг, зоны отдыха и занятия спортом. Смотрите, вообще бизнес-молодость, у него два крыла. То есть, первое – это коммерческое крыло. Это есть платные программы образовательные. И есть именно крыло сообщества. Вот, сообщество – это как раз люди, которые прошли образовательные программы, и у них есть живой интерес дальше общаться, взаимодействовать. Это людям, которые, например, давно работают по найму, например, и уже хотят сделать первый шаг, год-два уже не могут решиться, и вот все им мешает, какие-то убеждения ложные держат. Это люди, которые хотят начать свое дело. Это студенты, которые тоже заканчивают институт, например, и понимают, что они не хотят связывать свою жизнь, например, с наймом, и им больше нравится заниматься своей деятельностью. А это люди, которые также старого поколения, которые, например, в свое время были на пике подъема, а сейчас все время меняются, меняются инструменты, и они чувствуют, что рынок постепенно забирают у них, они чувствуют, что денег становится все меньше и меньше, и понимают, что нужно заново учиться и получать какие-то новые маркетинговые инструменты. Добиться успеха в бизнесе часто помогают креативные идеи. И для того, чтобы их транслировать, обсуждать и культивировать, нужны специальные условия. Наверное, поэтому сегодня все чаще появляются подобного рода площадки, где атмосфера творческая работает в направлении коммерческом. Территория тайского СПА представляет. Только две недели с 16 по 31 мая скидки на все виды массажа 30%. Территория тайского СПА. Улица Российская, 206. Телефон 223-23-20. Цветочная мастерская «Экзотик» – последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний, дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на труда. Павильон 3. Телефон 777-1011. Работаем круглосуточно. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Далее в выпуске лучшие моменты церемонии «Мьюзик Китс Эворд». Подготовка к «Мьюзик Стар Китс» продлилась около полугода. На пути к финалу были преодолены два кастинга, и лучшие вокалисты региона, их оказалось 17, стали участниками торжественной церемонии. Мы постарались сделать все для того, чтобы ребенок пришел к нам на проект и получил максимальное удовольствие от всего происходящего. От подготовки, от финала, от общения с другими финалистами. Добранные участники ходили репетиции с оркестром, съемка профайлов, интервью. Ну, все это сопровождалось волнением, эмоциями, конечно же. Номинантом детской премии представилась возможность выступить с живым симфо-джазовым оркестром, в составе которого 30 музыкантов. Эти незабываемые эмоции и профессиональный опыт уже стали для них своеобразной победой. Мы приняли решение, что дети должны, уже независимо от возраста, но главное, если у них есть таланты, они должны солировать уже с такими серьезными музыкантами. Для них это действительно очень большой опыт. Сегодня публика сама выберет понравившегося ему исполнителя, а также гран-при, поездка на творческий взлет в студию Игоря Крытова в Москву. Хоть и большинство участников церемонии уже имеет сценический опыт, такое масштабное шоу в их жизни оказалось первым. Чувство волнения юных артистов сменялось на драйв. Я вообще была в шоке, я первый раз так спела, потому что на репетициях я думала, что у меня учка не получится, а потом взяла себя в руки и у меня все получилось. Главное участие, потому что я самоучка, и я думаю, что дети, которые занимались, победят. Взумное волнение, очень страшно, боюсь ошибиться, боюсь упасть. Вообще, с самого начала, с самого трамвия, как-то меня маленько потрясывало. Сейчас почему-то как-то все спарилось, не знаю почему. Наверное, потому что я думаю не о волнении, а о том, как передать чувства зрителям. Эмоциональная отдача зрителей и поддержка родителей сотворили невозможное. Номинанты справились с волнением и показали достойные результаты. У меня будет сложности попасть в фронты, потому что я первый раз выступаю с оркестром. Мне интересно поучаствовать, потому что участие – это лучше, чем победа. Мы уже все победили, кто здесь есть. Прошли отбор большой. Учитывая, что конкурс молодой, я думаю, что все будет объективно. Это очень классно петь под живой оркестр, живой звук – это очень здорово. Мне этот конкурс дает опыт, и я понимаю, что мне дальше будет идти легче с этим конкурсом. Конечно, каждый родитель хочет увидеть в своем ребенке победителя, но даже если мы просто поучаствовали в таком хорошем конкурсе, пристигнут, мы благодарны. Как сложится дальнейшая творческая судьба лучших вокалистов Челябинской области, предугадать сложно. Но не оставляет сомнения то, что первые вершины ими уже преодолены. Все выпуски «Бьюти Тайм», все сезоны пластики «Лайв», а также новости и анонсы – все это на сайте bd31tv.ru. А у меня все, до встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я», имидж-студия Елены Ивановой, дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова